К нам на портал поступил вопрос. Как понять слова из Евангелия от Луки? «Родила сына своего первенца». Значит ли это, что у Богородицы были еще дети? Безусловно, из догматического учения Церкви мы знаем, что Церковь учит о приснодевстве Марии, то есть понимаем, что в плане церковного учения мы настаиваем на том, что детей у Богородицы кроме Христа более не было. Но текст, кажется, может свидетельствовать о чем-то ином. На самом деле нам важно иметь в виду, что термин «первенец» здесь является больше термином юридического порядка, чем номерного. И означает, что рожденный Марией есть, собственно, первый рожденный в рамках этого брака мальчик, который в рамках еврейского религиозного законодательства, кроме всего прочего, обладает определенным рядом, например, обязанностей. Соответственно, именно поэтому его религиозно-правовой статус обязательно подчеркивается. Например, какие бы то ни было иные дети, этими обязанностями уже обладать не будут. Так, например, мы помним, что Ветхий Завет настаивает на том, что первенец должен быть, скажем так, в рамках замысла Божия, посвящен на служение Бога, должен стать священником от лица своей семьи. Но в плане случившегося греха поклонения золотому тельцу, первенец должен быть выкуплен из этого служения. Поэтому еще раз подчеркну, да, в данном случае говорится о принципиально уникальном статусе ребенка, вне зависимости от того, один ли он или по сравнению с несколькими. При этом на преснодевство Марии указывает и диалог между нею и архангелом Гавриилом, который мы также читаем в этом крупном фрагменте Евангелия от Луки. Мы видим, когда Гавриил благовествует Марии о грядущем рождении ею мессии Израиля, та отвечает, как будет это, когда я мужа не знаю. И общая логика указывает, что, в общем-то, если мы говорим о обычных супружеских отношениях, здесь как раз ничего удивительного нет. Сейчас Мария обручена Иосифу. Это понятно, они еще не находятся в отношениях. Но скоро она вступит с ним в брак, и вот тогда, собственно, случится все обещанное Гавриилом. Она зачнет, родит, и ребенок будет тем самым мессией. Но Мария настаивает, говоря о том, что я мужа не знаю, имея в виду, что такой сценарий для нее невозможен. То есть она не знала, не знает, и, соответственно, знать мужа не будет. То есть в рамках своей жизни она, в принципе, не рассматривала вопрос о деторождении. Таким образом, мы видим, скажем так, непосредственное внутрибиблейское свидетельство о преснодевстве Марии. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...